дисклеймер привет я третий у меня третий эпизод а зайчика до меня дошел наконец это тот который бабурина ненавиден думаешь это он сделал я слышала он со странностями в ушах звучал крик к ромке которую он нас бяши и напутствовал ударивающую семена тебе перережу слышишь неужели ромка грозился всерьез нагнать бывшие приятеля в чаще и и что убить просто так нет в голове не укладывается я судорожно протер стекла очков очки я сжимаю в кулаке симон уворачиваясь от затрещин своих дружков теперь в бывших а уже через несколько часов пропажа лежала на моем карнизе сложно представить что семена вдруг засветился и вернул мне очки таким странным образом шокированный я шел к классу под гадкие шепотки перед глазами и все стояла фотография семен пропал семена нет его толстые пальцы не дотянутся до моего горла его печатка не врежется в мою скулу но больше не унизит меня и не оскорбит не этого ли я желал с другой стороны разве мне правда хотелось чтобы семен стал мутным пятном в доске объявлений чей-то сын чей-то внук над которым измывались также как надо мной хотел ли я чтобы незримый соратник разобрался с ним так жестоко я не знал ответа или боялся его а это она наконец-то вот кто там три самые прикольные это вот это вот алиса и вот это вот которая мразота полная в школе дочка там директриса или училки кто она и все школе было и хорошо полина девочка со скрипкой она была похожа на горный речей в колодезную воду которая пьешь прихватив губами цинковый ободок ведра и не можешь напиться с ведра прям не я конечно наш в колодцах воду ведрами набирает нашу там же и пили ладно что если нарисовать историю с ее участием будто герой спасает ее от ужасных чудовищ едва я подумал про монстров как парочка одноклассников съехала по перилам скотясь словно инопланетяне из фильма чую чужие я нажал пропустить личинки личинки боязни незамедлительно отложились внутрь личинок короче отложила я понял попадается на глаза ромки и бяши после вчерашнего не было ни малейшего желания особенно из-за внезапно пропавшего семена они зашли в класс а вот это вот вот это вот тоже войдя в класс я прошел последних партий в тишине потому что одноклассники резко притихли и взгляд и будто пихали меня трогали исследовали я стиснул кулак и уставился свою парту чуть ли не до потолка заваленную стопками библиотечных учебников словно это я пропал в том заснеженном лесу и теперь мое место наконец сгодилось для чего это действительно нужного в среде стоял пустой стул семена где-то в другом классе пилился точно такой же стул покинутый вовый сесть ну садись чё ты я думал ну жесть стыд он стоит такой перед классом размышлять на него смотрит он такой семян теперь семян немного помешков я сел за парту бабурина куда изначально меня планировала посадить лилия павловна одноклассники вдруг продолжили разговору будто кто-то снял фильм с паузы бабушка бабурина такой кипиш устроила когда он домой не явился да ты что сначала в школу прибежала потом ментов вызвала да да капец полезная информация спасибо катя с хитрецой посмотрела на меня потом склонилась к соседке и зашептала приглянулась девочка по со второй парты она с ним поделилась зашу шукала быстро закивала я ловил на сей и взгляд взгляд ее соседки взгляды другие девочки мальчиков каждый из них считал нужно посмотреть на меня словно они искали следы крови на моих пальцев так хотелось оправдаться закричать вы чего я невиновен ремка посмотрел на меня так тяжело и тревожно похоже он как и все был сбит с толку с пропажей семенда а горошин случившимся и вдруг его взгляд упор уперся мне в переносицу казалось вот-вот воткнет в меня пальцем и оглушительно закричит смотрите эти очки вчера стащил бабурина они вернулись к антону убийца но он молчал словно не хотел словно не находил моих очках ничего примечательного возможно я схожу с ума или ромка что-то знает 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 и не хочет об этом поговорить а может ему просто все равно каким прочим но тут ромка подозрительно взглянул на катю как будто сообща ей что ни капли не верит не искренне хотелось чтобы ромка меня поддержал как и бяша что развалился неподалеку уткнувшись к парту подбородком а где он это вроде но он не уткнулся но они молчали меня настигла пугающая мысль что если эта парочка может легко меня предать столкнуть в пропасть как они уже поступили с именом словно в поисках защиты я до боли сжимал линейку ну давайте умненькие словечки давайте по добавляем где-то коломбо что такое коломбо американский телесериал про детектива отдельно про расследование убийства лос-анджелесской полиции чего нельзя просто сказать нельзя как там не надо быть детективом чтобы догадаться металлическая линейка выпала из моих ослабленных пальцев и ей звон заставил детей стрепетнуться катя все классе как боязливо съежилась за скрипели стулья одноклассники отодвигались от меня поближе к выходу учительскому месту я не один уловил перемены ромка и бяша тоже заметили и презрительно поморщились хорошо что они явно были за меня я сглотнул вообразил всему на снежной подушке лицо белое как рыб рыбье брюхо расколотая широкой трещиной рта а падающие хлопья оседают на стеклянных глазах и заполнают горта а ладно видишь условно говорит он не презрительно это все твоя вина вина вино 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 лучше конечно семена услужил мне своим исчезновением благодаря ему взор и одноклассников были полны трепета но была и обратная сторона медали что если мне вскоре придется заплатить за услугу дверь скрипнула в классе вошла полина это скрипачка которая да я весь вот тут я имена более-менее запоминаю потому что их хоть как-то можно запомнить а вот эти вот которые давно на робби я вообще не запоминаю персонажи вообще никак не выделяются хотя кажется наггетсы это я и семеними лосами майока ладно неважно сейчас я весь поборолся я весь подобрался чтобы не взглядеть перед ней затравленным зверьком полина нашла меня взглядом коротко кивнула и села за парту хотя вновь ринулась к соседкам как крыса с угощениями зашу шу колокосе 100 на полину то на меня по классу запрыгали записки задребежала треть звонка извещающие о начале урока 3 заканчиваем бардак дети встаньте петров тебя это тоже касается лилия павловна прошла к столу а за ней в кабинет вошел милиционер при параде тот что приходил не казалось музыка она тот что проходил недавно в наш дом высокий с пронзительным взглядом под которым ты гнешься как глаза здрасте набор покрасьте садитесь познакомьтесь это старший лейтенант константин альчика молодой нет там младший лейтенант от пошел на получается вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию по безопасности полиция же они милицию хотя события вроде происходили давно так что может уже и милиция была одноклассники оживились лучшие лекции от милиционера чем уроки да спасибо я это слышал а я готов был высидеть 100 часов русской литературы лишь бы не стерпеть на себе давящий взор лейтенанта карри глаза нащупали меня среди учеником волосы на моем затылке зашевелились от ужаса ледяной кол впился в кишки а правда что бабурина маньяк убил екатерина ну-ка цыц вопросы здесь взрослые задают ага если что-то непонятно задавайте вопросы вопросы взрослые задают просто нам всем страшно может убийца бродит где-то рядом сучка или сидит у нас за спиной и 3 лисий взгляд обращался ко мне тихонов шагнул в пароход между рядами медленно невыносимо медленно пошел касаясь пальцами и спинах стульев тихонов это вот этот вот шо ли а ученики едва шеи себе не посворачивали пристально за ним наблюдая так средневековье зеваки предвкушали публичную экзекуцию так а он ушел неумолимо приближаясь я жал зубы удерживая вскрик спокойно дыши ты никого не убивал и не похищал заранее зная ответ тихонов строгой дров антон до стань петров мышцы окаменели я встал оклеился за тула почти услышав треск суставов хоть бы полина не оборачивалась и не видела мою застывшую ужасе гримасу очутиться бы сейчас где-нибудь далеко в лесу за к зарыться сугробе и сжаться комочком лейтенант глазел так словно уже застегивал наручники моих запястьях они наверняка холодные эти браслеты в голове носились мысли о тюрьме о детской колонии где десятки семенов не оставляют на мне живого места я ничего не знаю я тут ни при чем а тебя никто и не обвиняет о какой мерзкий пока что только теперь я заметил папку с надписью дело в его руку я серую из шершавого картона а личное дело номер 131 а она шлепнулась и стол словно опустилась лезвие гильотины неторопливо продолжая меня изучать тихонов открыл папку прайм глаза я видел бумаги фотографии на снимках были следы на снегу кажется звериные ты семеном бабуриным общался да я знал его всего один день петров его ненавидел . я покраснел ах ты мерзкая сука я так и сказал захотелось сыпется зубами и в кати на лицо и выгрызти и щеку чему щеку нос ну пускай щеку но я сказал совладав с голосом что-то я уже начинаю тупить мы повздорили вчера плохо когда компьютер новый мозги старые но он первый начал единственных тут тупит это я я его ударил сильно да нет так так челюсть сломал нахер и все я неопределенно махнул рукой тихонов посмотрел на мой кулак будто удивляет что я способен стукнуть громил из фотографии лилия павловна неожиданно пришла мне на помощь бобурин проблемный подросток шилом кое-где сам ко всем лес старлей многозначительно кивнул и вдруг выудил из папки тетрадь это твое я вижу ты мне фамилию снизу покажи я отвел взгляд это была подписанная мною тетрадь по математике взгляды одноклассников жадно впились меня даже писатели на портретах будто подозрительно моё чурились в лесу нашли там же тракторист что снег убирал в последний раз видел бабурина я растейно заморгал рюкзак распотрошила ромка тетрадь наверняка затерялась где-то под кустом лейтенант в курсе насчет школьные потасовки но знает ли он про драку на пушке у меня были свидетели которые могли бы подтвердить что мы с семеном разошлись по разные стороны баррикады надежды я посмотрел на ребят за спиной и тихо новая ромка про прикоснулся указательным пальцем губам и притворился что ковыряет носу когда лейтенант быстро обернулся я расшифровал сигнал из уст таких ребят как ромка это прозвучало как смотри не мусорнись я судорожно поправил очки но ведь семён унес их вчера с собой а сейчас они а ты делал вчера в лесу антон я в школу через лес хожу могла выпасть легко легко именно так далась мне это в половине читай правда будь осторожнее и прежде чем я понял угроза это или пожелание учительница сказала а сейчас лейтенант расскажет о правилах которые вам необходимо соблюдать пока мы ничего вам сказать не можем ромка качнулся на стуле и показал небольшой палец молоток мол держать язык с зубами я кирнул хотя и не ощутил ни малейшая гордости от его похвалы в конце концов именно ромка раскидал мои тетради учебники по снегу он же руководил семена пускай потом и поменял союзников но есть преступник или нет вы должны четко помнить о собственной безопасности баба вода вас бережет милиция вас опекают родители и учителя но в первую очередь защищать себя должны вы сами и так кто там что хотел узнать лес рук взвился над партой дети загалдели забрасывая милиционера вопросами стресс устремить хор он двинулся к доске серая папка осталась лежать передо мной я смотрел на нее дошла как человек пробежавший стометровку под свитером за струился пот я глядел кабинет все дети внимали лектору только ромка что-то говорил бяши алилия павловна сражаясь зевоты и пялилась в окно пропустить открыть как только коснулся папки тихонов хлестнул на меня взглядом словно разгой рука не при рука ну сука ну конечно рука непроизвольно одернулась будто и вправду почувствовала боль лейтенант еще некоторое время молчал не сводя с меня глаз и мне было не по себе от этой тишины и насмешливо косящих одноклассников потом милиционер также резко заговорил как ничем не бывало давай еще нет неожиданности я классно зубами вдавливался в спинку стула затравлено моргая милиционер молча сгреб папку нахмурился больно ты любопытный петров голос кстати как из метро и еще раз если вы заметите в поселке кого-то подозрительного неважно возле школы или на лесной тропинке сразу сообщайте милицию и ложный вызов на те телефон то знаете уже 102 спасибо ребята спасибо лилия павловна и это одноклассника вашего мы найдем да да ну да подумал я поройтесь хорошенько во врагах может соберете как лего мысли были злыми и каким-то неуправляемые я переключился на фразу лейтенанта подозрительных личностях вдруг я видел маньяка стоял ли плечом к не влечу к нему подозрительные люди насколько подозрительная была девочка леса разгуливающая в темноте чудинка из ниоткуда что растворилась в воздухе со своими загадками стишками но могла ли она причинить вред здоровому семену сказать ли мне об этом лейтенанту или меня поднимут на смех снова начнут шептаться за спиной а может того ужаснее сосчитать сумасшедшим ромка грозно поглядел на меня через плечо вряд ли такой как он одобрит сотрудничество с милицией за сидящим впереди хулиганами беспокойство снова коса кати рука словно прилипла к партии тихонов уже обращался с лилией павловной уйдет опоздаю промолчать рассказать ну как бы это не совсем адекватно что непонятно кто появился из непонятно откуда и отвел меня к мудаку который видел что в предыдущей части сделал мне просто налепил маску на лицо там еще какой-то оборотень бегает из-за которого я в первой части обосрался прям давай посмотрим что будет я открыл ладонь от столешницы его надо придало предупредить хотя бы ради оли ради ее безопасности в доме скрипучих сосен точно еще до оли это лиса приходила да я понял руку тяжело как гиря прощаю два десятка голов повернулись ко мне раз два три 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 тут не 20 пиздобол учительница лейтенант полина что учительница лейтенант полина катя толкнула локтем соседа заспанный бяша вытянул шею вопросительно нахмурился ромка слушаю меня будто изучали положив под микроскоп вчера утром по дороге в школу я видел незнакомого человека одноклассники зашептались тихонов умую нахмурился глубокая морщина расщепила лоб лоб откуда ему знать чужак это или кто-то из местных он же в поселке без году неделя без году неделя без году неделя без году неделя я поймёт чуть значит ладно дети захмыкали взлом на щурискать и спокойствие антона сможешь детальнее описать или человек фури какая-то не за человек с лисей мордой меня осенило я не только могу ее писать а еще я нарисовать могу я рисую немного выплюнув это признание я ожидал что класс взорвется гогодом но никто не засмеялся даже катя полина заинтересованно смотрелась клонив голову внимание одноклассников польстила мне и осмелев я спросил тихонов медленно кимов на мы тут проведем следственный эксперимент какой нарисовать по голосу сказать можно узнать но нарисовать ну серьезно ну хотя бы примерно рос какой он же рядом с ней стоял примерно голос но что нарисую лисью морду я вынул ручку и разгладил альбомный листок надеюсь не я рисовать буду одноклассников это решились на меня предскушение полина улыбнулась и улыбка я была наградой за проявленную смелость ну пиздец а спасибо хотя бы так 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 аля сотри какая красотка кстати а давай посмотрим просто какие тут варианты если если вот так зашибись вообще так на терь я проявал что там было у меня вообще так вот так было вроде и вот тогда отдать вот пожалуйста я протянул рисунок милицейскому это что лиса смешно юморист прикажешь ее по лесу с собаками ловить казалось от дружного хохота задребежали стекла даже лилия павловна смеялась петро а чебурашка тебе не попался а нахуй читала наш сама говорит это мне все больше и больше бы кажется что вот это вот лиса я сгорала на костре позора все ясно что тут еще скажешь ну так этот клоун вообще добил нахер ты рисовал лису тихонов смял мой рисунок в кулаке занимайтесь дятел какой нахер рисунок я в шоке с тебя вообще он ушел зазвенел звонок есть такой я не двигался лишь смотрел в одну точку о этих двоих нет лилия павловна прошагала не смотря в мою сторону за ней вышла полина ученики притихли разом словно на пульте убавили звук они следили как я иду по проходу прокурорские взгляды прицелы снайперских винтовок я притискнул свой зуды парикад парт ища полину а наткнулся на своих новых товарищей ромка и бяшка каруле ли урис писания не ошибся тошек пацан не спалил как мы чуть было свинью не забили это повело бы милицию по ложному следу наверное а вы точно не имеете отношения к исчезновению свинь семена мы-то нет а вот ты помнишь и бас роги дас в потемках ага я так и говорю а ткарик дверь тя зырного на огонь и ты копать на базаришь однако мы тебе верим а ты нам ромка серьезно взглянул мне в глаза так что стало неловко и я скивал ты славно ромка понизил тонны и с подозрением оглядел кириадор дети поглядывая на наш шепотом переговаривались все мы пропал это правда как и факт что не просто пропал а скорее всего уже сдох ну и ладно бешенервно передернулся а ты почем знаешь дык 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 а мы за это уже терли шо такой терли разговаривали думаешь сенечка вова этот и сема в нарнию попали посидят в лесу с карамелькой за щекой и назад пришлепают ясно же кто их к себе прибрал неужели чёрный я случайно жалует это все местные тикатил да еще кто он такой маньяк если этот убийца бабурина завали он и по нашу душу явится отвечаю прощение факт что же делать вместе держаться вот что втроем как вальтрон вальтрон аниме сериал про пятерых подростков вас трое дятел политирующих роболи за это будет понятно какой-то аниме мультик я понял ну я тоже говорю их пятеро было чем 5 шули ну считаем и покалеченный вальтрон нормально он кивнул мне совсем по-взрослому а его глаза были полными тревоги грусти ладно раз все мы больше нет айда с нами дело одно есть постоишь для вида покараулишь тебя кажется уже боятся все меня боятся и хотя это не укладывать за голове меня раздобрила их отношения и я тут же согласился я шел за ромкой и бяжкой по сумеречным туннелем школы дегустируя совершенно новое чувство все дозволенности мы шагали картин на будто герой какой-то криминального фильма словно только втроем мы обладали какой-то информации недоступной всем прочим не знаю пошел бы я с ними если бы пошел сразу объяснили цель компании мы затаились темноте у спортзала ребята начали потирать костяшки глядя на выходящих раздевалки мальчиков наконец-то бяж откнул пальцем кого-то из толпы вон этот лох ромка опасно на заулыбался и кивнул прокуренным голосом стой на стреме и если кто из училок объявится дай знать а я встал на углу переполнены самыми разными мыслями и чувствами закутки позади ромка переговорились пятиклассника мальчик едва не хныкал что-то доказывая но ромка взглянул свою линию забористо бронясь а бяжка лишь изредка поддакивал похвалил бы меня папа за то что связался с ними товарищи вышли из-за кутка лампочка озарила фотоаппараты в руке ромки полароид он твой ромка безразлично отряхнул черным чудом техники с раскладой пышки мне тут один должник велик торчал за свой гнилой базар но горит нет у него велосипеда вот расплатился фотиком а мне он честно говоря и в хер не впился парня была жалко но все плохие мысли растворялись при взгляде на желанную камеру я живо представил как понравился бы оли полароид как я сфотографировал бы сестру маму отца ой-ой-ой пиздец ему потом тот малой нажалуется что отобрали фотик а эти двое скажут что это и типа я отобрал образа неспешно поступает на твердой карточке будто из тумана выплывают родные лица и полину тоже щелкнул бы тогда бы у меня была ее фотография хранилась бы в ящике под замком не нужен можешь мне его отдать а рома смирил меня взглядом и снова стал тем ромкой который я столкнулся вчера коварным и насмешливым вожаком хищной стаи ты извини братан но я вещами просто так не разбрасываюсь могу ломбард загнать ну или разыграть во что-нибудь только он сказал об игре как по мне вспомнилась алиса я посмотрел на пола руль с тобой на него сыграю только во что бешев преснул в кулак эти чупидорс пацанов штаны ну именно так и выгляжи рома посмотрела меня сверху вниз что играть собрался у тебя хоть бабки есть была одна но она вроде умерла я медленно вывернулся держи мой брюк в слабой надежде над крести хотя бы какой-то мелочи на завтрак кармане что-то зашуршало я вы дел из штанов тот самый вкладыш с мертедесом что получил благодаря алисе видимо машинка сунул его туда когда он вылетел из рюксака со всеми тетрадью играйте у бешек любили из глаза стоило поднести карточку в машина и поближе вот ромка даже брови что бы я целый фотик за какой-то там фантик отдал до жвачки этой рубль цена в полароде кассеты еще целая у меня таких вкладышей жопой жуй на кое мне еще а ромка сплюнул под ноги и ответил бяши подсады лико теперь он за него цену до небес взвинтит как я подозревал такой автомобиль был ценным пополнением любого коллекционера жвачки туба значит появился интерес так во что будем играть подкидного в ножички вы зубы то спрячьте я не заметил как в руках бяши появилась за зеленый наверняка окропленная колода карта ромка прямо перед носом мастерские крутил бабочкой какой а ножик я уже думаю гибать джентльмены играть по их правилам совершенно не хотела камень ножницы а ты у нас любишь рисковать ну что мой полароид против твоего мерса по рукам ты прям серьезно давай три варианта ответа по логике смотри когда мне дают тест два варианта ответа я всегда отвечаю не тот когда дают варианты ответа где 4 ответа я всегда отвечаю не тот шо ж теперь три варианта ответа я по-любому так ну давай раз два три раз два три и похер ножницы стука ладно поставив ножницы он мог подумать что следующий я поставлю камень и нет дай поэтому положит бумагу а я а что если опять ножницы ах ты сыченок а давай тогда я попробую по другому дай тупо провели блять может он все время ножницы и башет он все время ножницами туда на камень нас . я торжествующий вскрикнул потолку у нас принято до трех побед играть сука раньше сказать уже время мой че ты хмуришься так один раз уже выиграл преимущество на твоей стороне давай-ка продолжим 1 2 3 так ставив ножницы ставишь ножницы он все время ставил ножницы по идее камень давай я поставлю бумагу такой же логике действует так поставив бумагу я могу предположить что дальше он может поставить ножницы чтобы разрезать мою бумагу но тогда я могу камень поставить и побить и его ножницы но случай если он опять поставить бумагу чтобы тогда у меня самый логичный вариант пока камень будет поставить а у двоих каменях ты гаденый что он думает точно так же как я ладно если была бумага был камень и либо следующие ножницы потому что это про игру делали либо либо смотри бумага была потом камень сейчас камень был если я поставлю бумагу он может вполне поставить ножницы но если следующие будут ножницы я могу выиграть камнем сука опять камень поставила хорошо и по такой же логике если опять давай камень еще раз еще раз камень ну да и жидай мы понятно хорошо тогда давай ножницы сразу поебашь значит теперь разрезал я его бумагу бумагу я его разрезал значит по ее логике он думает я ножницы поставил дальше он должен поставить по идее камень но я возьму бумагу хорошо если я поставил бумагу значит думаем что еще может вариант он может подумать что теперь я поставлю если он поставит ножницы то я поставлю камень но на самом деле я поставлю камень охуеть логика ну давай так либо здесь сука вообще нет логике я в любом бы случае был бы такой счет один один два один и логики давай бумагу ладно давай подумаем поставить бумагу он может поставить и ножницы но дженни дебил ставить камень если еще раз бумагу двоих камень проебов а тут вообще можно было выиграть или нет да интересно ваша логике что-то нет бяши ликую захлопал в ладоши так что идущие по коридору дети и показались на нас я был полностью разгон через руки бяши кромки перескочила мое единственное подтверждение что алиса существует а вот и вишенка моей коллекции подоспела спасибо антош было приятно иметь с тобой дело и кажется меня наебали тут можно было выиграть или нет о все наконец как раз затемнение экран можно сохраниться 7 дней миновалось того дня как лейтенант навещал на шкале все напиши любой комментарий поставка на канал а лучше напиши можно было бы выиграть я прям проебался жестко или так надо было по сюжету и